для тела я взяла лоскуток 28 сантиметров на 20 на 21 кладу его лицом вниз здесь мне изнаночка беру клеевую сейчас я ее продублирую на эту ткань мы с вами пойдем легким путем потому что детальки маленькие и вместо связи мы сейчас проставим клевую потихонечку каждый шаг свой вот так перемещаем утюга и тогда она будет приклеиваться ровно и не съезжать хотя у нас тут маленькая с вами поверхность поэтому я начала возякать сразу без зазрения совести приклеиваем клеевая плотненькая я вам рассказывала в материалах по клеевой еще нам нужно будет с вами маленький кусочек вот такой кусочек небольшой вот у нас получилось такая вот деталь можно сверху еще теперь берем еще маленький лоску точек доливая у нас вот так идет и тоже как-то я опять не подготовилась приклеим я хотела честно говоря сюда приклеить тоненький флизелин мы поняла что лучше приклеить такую клеевую хорошую чтобы ничего никуда не расползлось вот такая вот флизелинчик он тоненький начнешь набивать он начнет вот так ли есть он какой рыхлый поэтому взяли клеевую такую если нет клеевой вы можете делать с бязью но связи эти маленькие кусочки как-то неудобственно проставлять все теперь берем наш лоску точек складываем пополам и начинаем художничать то есть порисовать тело так вот я туда такое но красиво вводим можно ручкой можно карандашом чем хотите в общем чем будет удобственнее дальше нам надо две руки здесь же сделать видите я все не вы по долевой все детальки складываю по долевой то есть вот так как идет наливая нить и нога две ноги надо тут еще много всего вылезет то есть выйдет он сколько места остается так что можно поменьше брать лоску точек можно два жирафа сделать чуть побольше если взять лоскуток так и стопа вот так стопу нам две детальки надо сделать еще тоже с припусками на швы так все теперь мы прошиваем все оставляя не зашитые отверстия здесь у нас отсюда будем прошивать досюда вот так и вот тут отверстие будет не зашитая здесь также ну и здесь соответственно вот здесь мы не зашиваем и вот здесь пока не зашиваем потом когда вырежем начнем прошивать все остальное идем на машинку начинаем растрачивать длина стежка 1 5 и 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 Продолжение следует... 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 сначала аккуратно вырежу потом уже поаккуратнее также оставляем припуски вот тут у меня маленькие припуски поэтому здесь я тоже сделаю небольшими вы стараетесь одинаковые делать припуски я просто запоминаю что я делаю как потом буду пришивать старайтесь одинаковые делать в общем этом это предложение наказывать так бачок то есть у нас он будет соединяться вот таким вот образом вот сюда пойдет сейчас дальше нам нужно выкроить еще не за вот он такой же как вверх но это низ он чуть-чуть другой капельку прям прям капельку капельку вниз тоже одна деталь и сейчас я вам покажу как мы это все будем с вами пришивать это низ то есть только вверх у нас уделом не уделом девочки простите укреплен вязью либо клеевой для того чтобы было хорошо все так ну и мы с вами еще не вырезали хвост и ухо хвост у нас тоже будет такой вот даже из этой длинненькой вырежу хвостик хвостик знаете можно хвостик вообще вырезать обычный такой вот делать у жирафов хвост не длинный в принципе прям сразу вот так и источаем так как есть вот таким образом теперь ухо вырежем ухо нам надо четыре детали ухо здесь было отметим еще ножку точки пойдем сейчас на машинку сшивать вот так пополам переворачивайте тут у нас получается ухо очень низко сижу смотрю снизу вверх так все всю мелочь мы с вами по выкраивали теперь начинаем стачивать ухо у нас естественно стачивается вот отсюда и вот сюда то есть вот это оставляем открытый через что будем выворачивать так вроде все рассказала про вот это вот теперь давайте значит берем это у нас средняя часть берем боковушка в одну прикладываем вот сюда вот она у нас прям пошла и шьем начинаем вот отсюда то есть уголка и вот до сюда следующую боковушку взяли тоже также с уголочка таким вот образом пришиваем вот до этой иголочки просто скажу то есть нам не надо застрачивать все у нас прям будет до иголочки ровненько все пойдемте творить и так шьем уже ухи так называемые делаем закрепку один ух готов второй я прошу потом берем верхнюю часть головы хупа вон как выкроилась понятно будем сейчас перекроем соединяем ее с нижней частью и я забыла показать как прострачиваем прострачиваем мы полтора сантиметра сюда и полтора сантиметра вот сюда то есть мы прострачиваем от края в общем в серединке оставляем дырочку закрепочка дальше перескакиваем этот участок он где-то сантиметров полтора у нас закрепочка получилось вот такая у нас деталька сейчас покажу и нам нужно будет разутюжить вот такая вот деталь тут вот какая строчка плохая но тут посерединке у нас будет шея входить вот туда вот сейчас я ее перешью что-то у меня тут что-то у меня тут мне пошло я выкроила новый верх и сейчас мы будем шить так что-то я тут заколола так интересненько раскалю буду шить по одной детальки в общем взяли деталь средняя часть и боковая часть длинная которая подходит к этой стороне и начинаем прошивать прям начинаем от уголочка где уголочек у нас делаем закрепочку и шьем вперед это у нас первая часть так вот она серединка вот так выворачиваем разворачиваем и кладем следующую часть вот сюда так же и шьем то у нас делаем крепочку то есть не дошиваем вместе сейчас покажу поближе вот она закрепочка прям в уголке то есть здесь у нас вот так получается вот таким вот образом можно это все разутюжить я сейчас отрежу чтоб ровнее все было чтоб не мешалось и мы это все дело пришлем к верхней части открываем вот это все можно в разутюжку сначала найдем серединочку чтобы морду не перекосило вот так складываем можно карандашик можно карандашиком отметить можно ножничками щелкнуть прямо такой уголочек здесь сделали здесь тоже сделали уголочек и теперь соединяем эти уголочки все вместе вот таким вот образом соединили кнопочками зацепили и и прошли так смотрим и теперь вот этот шов можно разутюжить можно можно трогать смотрите игрушечка маленькая поэтому она и так натянется теперь берем нашу заднюю часть где она у нас задняя часть ушла куда-то она лежала рядышком так и так значит мы тут с вами дырочку оставили не переживайте что она маленькая вот этот трикотаж когда сюда будет влазить шея она растянется слегка и так взяли сложили вот таким вот образом рядышком друг с другом то есть так же серединку бы найти было бы тоже хорошо бы давайте будем швы тогда соединять без серединок значит шов сложили здесь боковой шовчик не знаю вам видно не видно значит сейчас вот так покажу здесь боковой шовчик сложили здесь расправили все так то есть нам нужно по линии вот так отстрочить кругляшком здесь мы тоже шьем вот таким вот образом вот так я не стала ничего подрезать в общем сейчас так сошьем у нас тут должна строчка пройти вот именно именно вот здесь где у нас соединение происходило вот так прям натягиваем ее и складываем все вот таким вот образом мы прошиваем это сюда пойдет все время руки опускаются так ну идемте шить никаких не оставляем дырочек все все зашиваем все зашиваем пришли к следующему шву боковому расправляемся а эту часть слегка прям потягивая вот сюда пришиваем сейчас еще покажу получше можно наметать сначала если боитесь так а теперь вот здесь мы раздвигаем расправляем разутюживаем швы вот таким вот образом и смотрим где у нас идет строчка прям по этим шовчикам и стручивать так и нужно опять вот это все расправить чтобы оно не попало в шов можно было шить по той стороне но было бы тогда может неровно все мы это сделали теперь смотрим любуемся результатом нету нигде все теперь можно отстригать и выворачивать это наша деталька самое главное хвостик хвостик то я сделали прошиваем его делаем за клепочку и поехали нужно было пошире его сделать конечно вот тут вот с этой стороны чтобы было выворачивать удобнее ну посмотрим как будет выворачиваться вдруг нам повезет и он вывернется вот такой хвост у нас получился ну что вывернем и набьем я уже тут подготовила синтепон сейчас мы вырежем уши мы их набивать не будем мы их просто повернем и так просто берем сейчас я присяду пристегнусь чтобы не улететь и так и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо как машинный шов у нас идет... Продолжение следует... 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 морду посерединке теперь делаем закрепочку и нитку будем в тело нефти вывела в голову говорю одно а делаю другое так ну теперь мы это все вот так поправляем поправляем и прекрасно у нас голова вон как держится шикарно держится никуда ничего не пум пум хоть болтай хоть что с ней делай ничего с ней не случится сейчас мы пришьем уши где-то еще глаза не смотрел даже как мы будем пришивать или же сначала ноги как нам удобнее то где второе ухо я помню что у журафов они торчат вверх вот так не как у собак вниз так сначала рожки что сделать или глазки даже не знаю чего чего начать начать и закончить глазки будут такие глазки и вот тут будут вот такие рожки торчать сзади или тут спереди вот такие вот я просто примеряюсь инопланетяне так можно подальше так и здесь вот так так теперь уши относительно рогов будут где-то вот отлично прям вот супер мне нравится так мне нравится сейчас мы тогда пришьем бусинки в начале выведем их в уши ниточки эти сюда пришьем уши то есть чтобы нам не выводить нитки где попал в принципе даже знаете у меня есть вот такие гвоздики гвоздики можно их вставить вместо глазок можно бусинками в общем смотрите сами если бусинками то вот отсюда советую прям их пришить давайте с вами пришлю бусинки друг у вас таких гвоздиков нет пришли вместе вот эти бусинки у нас уши будут мы отсюда и заходим вот сюда у нас будет первый глаз берем глаз вернулся ушел и вернулся туда же выходим что такое все так мешаются так и завязываем просто завязываем можно потянуть чтобы глаз был в глубине хотя он туда в глубину не уходит вот так завязали и обязательно клеем смазать надо обязательно потому что у меня ниточка она такая очень капроновая на скользит вот на это место мы пришьем уши вот так вот Продолжение следует... 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 карандашиком и пришиваем я взяла железные пуговки других не нашла таких чтобы хороший были входим опять же нитка короткая то есть гулочка входим опять же из уха в эту дырочку а Продолжение следует... 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 в ногу, в пуговицу, опять в ногу. Все, теперь тот же самый порядок действий. Опять выходим с другой стороны и заходим в пуговицу. И так мы пришиваем по кругу. Всегда рядышком здесь выходите. Не по тем же точкам, а рядышком, тогда ноги будут сгибаться еще. Короткую нитку взяла, уже заканчивается, главное, чтобы хватило. И снова в ногу, то есть в туловище и выходим вот здесь и затягиваемся. Так, теперь тянем-потянем, главное нитку не порвать. Обычно вот так держим и стягиваем, потом переворачиваем, держим и снова тянем. Так, в принципе, хорошо держится. тянем-потянем. Теперь завязываем. На узелок завязываем, потом можно даже сквозь ноги вот так провести. И еще разочек завязать. и отстригаем. Все, ноги у нас готовы, пришиты. тянем-потянем, теперь берем лапы, мы еще хвост не пришили. Точно. Руки берем. Ой-ой-ой. И смотрим, со всех сторон смотрим. Вот так. Вот так бочком посмотрели, приложили. В принципе, все хорошо. Теперь отмечаем, где у нас руки. Берем опять нитку с иголкой. И уже можно взять даже не такую нитку, а беленькую, и побольше сложения сделать в тело. Мы с вами руки пришьем быстрее, чем я нитку вставляла в иголку. Это бонус. И снова в тело выходим. Так. Главное, чтобы не перекручивалось, а то завязываться не будет. Теперь мы завязываем все дело. Можно опять так же его вот так пообматывать. И еще разочек завязать. Можно выйти ниткой в тело, но я больше мучиться не буду. Я ее прям тут отрежу. Отрежу и смочу клеем. Клей, где у меня. Прям вот так вот. Приклеиваю зиму. В общем, все. Остался самый интересный этап покраски. Потом ботинки сделаю и одежду наденем. Вот такой вот он. Сейчас я нарисую просто от руки вот такие вот. Ну, они как квадратики, не квадратики, а как там. В общем, вы поняли. Пятнышки жирафа. Прям вот как пойдет, так пойдет. Шовчик закрасим. И буду раскрашивать. У меня все будут разные. Я их даже не делаю такими симметричными. Я думаю, жираф они тоже не симметричные. В общем, с ним можно будет играться и как раздетый он будет так же и в одежде. Я думаю, детям будет прикольно. Вот здесь можно нарисовать тоже подов. Не знаю, может я ляпаю, конечно, их рядышком так. Мне кажется, у жирафа они тоже идут слишком часто. Ну и здесь нарисуем. Самое главное, чтобы сохло оно потом, когда мы нарисуем. Так, на ногах тоже сделаем. Просто такие уже поменьше они будут. И здесь, я думаю, прям, знаете, целиком коричневая нарисую. У них же тоже там копыта есть. Вот, пускай будет копыта. Сейчас начну рисовать. Посмотрю, может сохнуть надо будет, оставлять, чтобы они не все сразу. Так, а тут у нас что будет? Давайте и тут тоже пятнышко нарисуем. Вот, переходящее сюда. Вот так, чтобы было ясно, что это жураф. Журафа. Попробую. Попробую нарисовать. Кисточка нужна такая тоненькая. Ну что, погнали. Как будет на этой ткани. Отлично. Не растекается ничего. Видимо, высохнет вперед, я переверну и буду сзади рисовать. Получится, видимо, так. Главное, вот эти вот не смазывать штуки края. Так. Видите, я выхожу за свои линии, за все, я просто рисую. Можно покруглее делать, можно поквадратнее. Так. 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 так так. Так. Б Kubл. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, для того, чтобы сделать ботинки, нам нужен клей, колодки, выкройка, кожа, карандаш, ножницы. По-моему, все. А, еще клей вот такой. Хотела уже было сесть. Еще клей ПВА. Ну, поехали. Сажусь. Кожу берем. И ищем у нее вот такую вот, как она называется, поперечную, наверное, чтобы тянулась она в эту сторону. Мы союзку раскладываем именно вот на эту тянущуюся штуковину. Можно даже рисовать ручкой. Плохо видно. Сначала мы вырежем союзку. Меня научили, что это называется союзка на ютубе. Кожа у меня плотная, толстая. Из нее я буду делать ботинки. А вы со мною. Вырезаем. А, еще картон ведь нужен. Забыла сказать про картон. Картон. Я его делаю. Беру, вернее, из альбома, фотоальбома. Ни разу не покупала картон. Признаюсь честно. У меня вот есть вот такая вот книженция. Тут толстая такая она. И вот такой картон есть. Я из него... Вот тут у меня фотографии раньше были. Сейчас это все дело идет в ход. В ход обуви. Обводим стельку. Стелька у нас зеркально отражается. То есть ее нужно перевернуть, обвести вторую. Вырезать. Картон не такой плотный. Режется туго. Кстати, можно этот картон заменить в несколько слоев. Сделать вот этикетки, да, продают. Одежду продают там у них этикеточки. Вот можно, в общем, это все сделать из чего-то другого. Из подручных материальчиков. Колодки я тоже сама делала, потому что на каждый размер, на разный размер даже, не подходят одни и те же колодки. Поэтому надо уметь делать все, девчонки. Так, и, как известно, у нас, значит, левое-правое. Сейчас нужно это подписать. Это у нас будет, получается, какая-то правая. Правое, это левое. Это чтобы потом не запутаться. Итак, вот я бы сюда приклеила какую-нибудь стелечку. Прям вот взять и приклеить ткань. Вообще она белая, хорошая, смотрится хорошо. В общем, стельку можно сделать любую. Вот так ткань приклеиваете, обрезаете, и у вас получается стелька. У меня картон чистенький, беленький. Я буду, наверное, без стелек. Теперь-то главное найти сначала. Найти лицо. Лицо здесь неизвестно где. Ладно. Клеим, смазываем, клеим. Берем стельку и начинаем приклеивать. Ничего нигде не посаживая, просто подклеиваем, и все. Да, такая толстенькая. Вообще. Толстый. Толстая кожа. Так, ну, башмаки будут большие, конечно. И жираф у нас, у него нога не маленькая. Так, и ставим сохнуть. Вот так ставим сохнуть. Вот как-то кривовато, что ли. Когда поставил, он показался мне неровненько. Неровненько. Так, ладно. Следующая, где тут, как тут. Вот так. Тоже клеим, мажем вернее. И приклеиваем. Подушевим к стельке. Так, посмотрю сейчас, вроде нормуль. Сейчас он пока постоит немножечко, прихватится. Надо вообще, чтобы он очень хорошо прихватился. Потому что мы сейчас будем натягивать эту всю конструкцию на колодку. А, я вам забыла еще сказать. Еще нужна такая пищевая пленка. И клей. Ой, клей. Крем для рук. Вот. Теперь уже точно все сказал. Так. В общем, как-то. Как-то, как-то. Дальше берем задник наш. Сейчас прикину, подходит он. Подходит. И вырезаем задник. Задник вырезается вообще уже неважно как. Неважно где. Ну, я имею в виду, долевая. Тут не важно как идет. Касая не важно как идет. Главное, что идет. Нужно пробить. Вот эти проплешочки. Ой, все слова позабывала. Лето наступает. Блочки, блочки для шнурочков. Я сделаю дырочки просто. Один. Главное, не перепутать лицо с знакой. И второй. Теперь, ух ты ж, берем вот такие вот штучки. Все под рукой. Значит, вот так у нас лицо получается. И я буду делать дырочки. У меня тут выбивается этот дырокольчик. Периодически чистить надо. Хвастерка. Два дырка. И три. Не продыряю. Хоть у меня и есть эта штуковина, которая ставит блочки. Значит, так лень с ней иногда с ней иногда заморачиваться, а иногда они вообще не получаются, сминаются. Так я и не приспособлюсь к этому дыроколу. Блочка-клот. 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 Раз. Два. Следующей стороны. Не вытаскивается почему-то. Эту штуку я купила вместе со швейной машинкой. Такая вот она была. Лежала. В ней. Поэтому я не знаю, где она продается. Наверное, только с машинками швейной. Это вот такое. все готово дальше смотрите дальше нам надо вот эти вот колодки обмотать вот этой пленкой пищевой иначе они ботинками придется очень очень сильно отбирать поэтому лучше намотать пленку и тогда они легко выйдут легко отпустят ботинки один слой можно в несколько слоев как удобнее так у нас тут правый написан это вот этот правый то есть они должны совпасть у нас и сейчас я посмотрю приклеилась сейчас мы можем мы можем приклеить вот этот задник а можем не приклеивая задник вставить вот сюда вот эту штуку ну не просто вставить а еще надо клеем ее смочить я думаю что задник потом приклеить или сейчас или помучатся уж вталкивать туда его как вы думаете как как лучше не он даже наверно не выглядит сейчас я попробую вставить так вроде приклеилась хорошо смотрите берем такую палочку мне тут за мной замерзшая кисточка так значит правый правый вот так наносим туда клей 2 раз в общем мы его так смазываем тут аккуратненько так дальше дальше вот этим кремом мы смазываем слегка так ботинок такой ботинок у нас смазываем что будет и засовываем его вот сюда и теперь мы толкаем толкаем до упора чтобы у нас вот образовался вот такой носочек если у вас не приклеился хорошо то лучше всего подождать когда приклеится в общем носочек ничего так получается вот и сейчас он сцепится и останется здесь стоять главное не испачкать кожу вот этим кремом жирный смотрите главное чтобы он не выезжал вот у меня сейчас вроде бы не выезжает он прилип и не выезжает то его еще сейчас немножко сюда подвину так вот пусть себе стоит сохнет сколько сохнет это уже у каждого свое потому что кожа у всех разное по толщине у кого-то будет 6 часов сохнуть у кого-то 20 минут у всех по разному в общем вот вот так еще как можно сделать давайте второй башмак мы делаем по-другому сейчас мы приклеим задник чем вот этим клеем приклеиваем задник подождем немножко когда он схватится так тут сейчас надо смотреть чтобы все было ровненько так переворачиваем вот так прикладываем и смотрим чуть-чуть сдвинуть я предлагаю немножко сдвинуть так опять смотрю принципе нормалек это у нас левый ботинок так он будет идти так сейчас он приклеится немножечко и мы туда затолкаем вот эту вот штучку мы затолкаем и потом уже можно будет сразу же на подошву приклеить это все дело каким цветом подошву итак вытащила я колодку сейчас возьму клей и приклею заднюю часть к ботинку вот таким вот образом переворачиваем и смотрим как она закрывается плохо закрывается я и чуть-чуть сдвигаю то есть она должна у нас одинаково закрываться вот если вот так посмотреть то вот эти вот должны на одном уровне быть вот так я оставлю теперь теперь я хочу сделать подошву из кожи я прям сюда в 100 так поставлю и приклею резиновая подошва слишком мощно на мощно так получается ботинки поэтому я вот такую люблю подошву кожаную идеально сейчас впишется и прям ботинок она так хорошо обожмет вот так прям со всех сторон и ничего больше не надо будет никаких делать кантиков прямо вот так первый ботинок кожана хорошо клеится второй ботинок точно также и все и мы срежем прям срежем вот так стык стык можно нет чуть-чуть даже миллиметри к 2 прямо вот совсем немножечко оставить можно чтобы они выходили за пределы ботинка клеится быстро кожа приклеивается подошва вернее быстро немножко постоит прям со всех вот этих вот щелей вот где не заклеена туда надо иголочкой пролезть и приклеить прям туда так все хорошо приклеилось схватилась прям так пусть пока стоят сохнут так все приклеилось и теперь мы отстригаем прям вот не встык стык а вот миллиметрик прям можно оставить вот таким вот образом и их можно даже не шу шарить сразу можно даже получится одеть здесь они завяжутся отлично мне нравится ботиночки такие хорошенькие сейчас 2 сделаю зашнуруем шнурки и все одевать жирафы будем я еще хочу покрасить он у меня вон каким-то пошел пятнами странными высыхает краска она впитывается видимо в общем отлично